Это Анастасия Лагина. Номер два. Кубанский гандбол возвращается спустя 50 дней на домашнюю арену во дворце спорта Олимп. Вячеслав Иванов, у меня к вам сразу три новости. Одна не очень, играем без болельщиков. Каждую из новостей мы, кстати, обсудим. Вторая. На положительном фоне мы начнем поединок с Тольяттинской Ладой. Серебряным призером одним из сильнейших коллективов. Ну и третья. Рядом со мной Николай Буянов. Человек, который знает все практически, что происходит в команде у нас. И вести репортаж сегодня будет одно удовольствие. В этом я нисколько не сомневаюсь. Николай, приветствую. Добрый вечер. Да. И наши соперницы на площадке. Ну, представь, пожалуйста, тогда их. Да. Представляем команду Лада. Вратари номер первый Анастасия Лагина и номер 31 Дарья Деревень. Номер два Ольга Фомина. Номер 10 Виктория Шамановская. Номер 14 Вероника Никитина. Пятнадцатый номер Екатерина Терлецкая. Двадцать второй Наталья Решетникова. Двадцать третий Анна Голубева. Двадцать пятый Ольга Щербак. Тридцать пятый Валерия Кирдяшева. Тридцать шестой Анастасия Портягина. Сорок пятый Полина Масалова. Сорок седьмой Валентина Барынина. Семьдесят пятый Алена Амельченко. Номер семьдесят семь Анастасия Новоселова. Номер восемьдесят Мартина Борисова. Главный тренер Алексей Алексеев. Ну еще раз о том, что болельщиков наших замечательных нет. Зычного призыва Аркадия Казаченко и его коллег, которые поддерживают Кубань, мы не услышим сегодня, к сожалению. Приветствую я и болельщиков замечательного Волжского города Тольятти. Замечательный город со спортивными традициями и академия футбольная, к слову, там скажу о себе зарекомендовал. Но гандбол, гандбол главный вид спорта и девушки не случайно все время добиваются успеха. Ну а Кубань, Кубань после победы в Ставрополе, после 45 дней карантина пропущенных, вот наша команда, сумела на выезде, и мы, Коля, еще поговорим об этом матче, сумели в 20-31-30 одержать победу над своими соперницами. Но состав у нас сегодня вот такой. Появляются наши девочки. Александра Давиденко, левый крайний. Данила Данильченко, левый полусредний, 19-летняя девушка у нас. Яна Голуб появляется под седьмым номером, правый крайний. Яна Савинова под восьмым номером, левый крайний. Опытная наша гандболистка, как и Диана Голуб, впрочем. Капитан команды она, к слову. Валерия Бараник у нас линейный появилась. Вероника Чипула, Вероника Чипула пропустила ее, и мы еще поговорим, как она здорово отыграла в предыдущем матче. Итак, Вика Жилинская, это у меня особое к ней отношение. Она помогала вести репортажи, и здорово это делала раньше. Анна Ефимкина у нас под 24-м номером. Виктория Жилинская 20-й, Валерия Бараник 17-й. Так, Милана Рзаева, две троечки, 33-й номер она на площадке. Так, вот, Елизавета Дяченко, 19-летний наш голкипер, 18-летняя Вероника Чипула, кстати. Так, значит, у нас Дудина Маша появилась под номером 64-м правый полусредний. Катя Левчина, 71-й номер, наш левый крайний. Карасева Настя Анастасия, она на площадке будет сегодня, ну и вообще под 73-м номером левый полусредний. Мария Гафонова, линейный, 86-й номер. И Лена Смирнова, левый полусредний, 88-й номер. Она появляется на площадке. Старший тренер Денис Сайпуллин, но сегодня День Васильевича Трифилова нет. Коля, почему нет Трифилова сегодня? Евгений Васильевич находится в Москве, где сегодня прошла конференция Федерации гандбола России. И на ней был избран президент Федерации Сергей Николаевич Шишкарев. Мы его поздравляем все и желаем, наверное, успехов на следующие 4 года всему нашему гандболу российскому. Да, человек, с которым, в общем-то, и команда наша связана была прежде. Ну и арбитры, арбитры сегодняшние. Это Максим Герасимов из Астрахани и Дмитрий Слащев. Это астраханские опытные рефери, которые сегодня за порядком будут следить на площадке. Технический делегат Николай Дед, и я о нем после паузы расскажу. Тоже любопытная фигура. Коля со мной поделился по поводу технического делегата и тоже любопытная информация, которую вы узнаете. Коля, я в составе нашей команды, но я знаю почему и все-таки задам вопрос. Насти листопад у нас нет в составе сегодня, нету Самарской у нас. Это те девушки, которые определяли игровой рисунок во многом. Что там с ними, кто еще вообще по составу нашему сегодня, насколько он оптимальный? Ну, ты прав, Вячеслав, основного вратаря нет в Самарской веке. Она приболела, не может сейчас играть нормально. Также, как и Настя листопад, наш основной разыгрывающий. Ну, девушки поправляются, я думаю, что... Они приступили к тренировочному процессу или пока нет еще вообще? Ну, они не приступили еще к тренировочному процессу, должны полностью сейчас поправиться. И когда 45 дней ты не играешь, вот этот вот дерганный ритм, только мы отсидели самоизоляцию, вышли тренироваться опять, и люди не выдерживают организм, падают еще хорошо. Тут их не так много, этих проблем со здоровьем. Дай Бог всем нашим зрителям здоровья, всем игрокам, всех команд. Пусть у всех будет все хорошо. И никто не болеет, кроме как гонболом. Да, действительно, последние мгновения перед началом матча. Вячеслав Иванов и Николай Буянов вместе с вами еще раз об этом. Девушки занимают позиции свои игровые на площадке. И, судя по всему, Лада Тольяттинская будет сегодня начинать у нас сегодняшний поединок. Коль, ну вот те, кто смотрел поединок со Ставрополем, Ставрополь, это первая игра. Еще раз мы говорим об этом после долгой паузы в чемпионате. Наша команда провела этот матч, уступала по счету. За счет чего удалось победить? Все ли не очень довольны девушки были своей игрой? Денис Сайфуллин дал комментарий не особо с таким настроением после матчевой. Что действительно важнее? Играть отлично и, понятно, побеждать? Или, может быть, играть неважно, но все-таки взять очки победные, на твой взгляд? Я думаю, что я не буду оригинален и отличаться от тренеров, наверное, всех видов спорта, что игра забудется, результат останется. Но самое главное все-таки два очка получить. Взяли победные очки. Ну, а Лада свою атаку неторопливо начинает осваиваться. Девушки на первых секундах пока еще пошло игровое время у нас. И первый мяч в сетке наших ворот. Десятый номер. Шимановская. Забрасывает Шимановская. Точно бросает. Разыграли. Разыграли. Линейному последовала передача. Сложновато нашему вратарю было. Я хочу обратить внимание и к военному, и зрителю, да, что команда все равно не в своей тарелке. Ненормального тренировочного процесса. Полностью вообще команда собралась за день до игры в Ставрополе. Потому что у нас девочки играли в Екатеринбурге, в Универсиаде часть. Часть не тренировалась тоже. И, ну, все только начинается для команды. Сшибается, сшибается Лада. Быстренько на Диану Голуб. Она одна из лучших. Бог. Молодец. Диана. Забрасывает, сравнивает счет. Продорвалась буквально в центральной зоне сквозь. Ну, не очень тут мощный ряду. Правда, талятинские девушки выстроили. Думали, что она на угол пойдет. Да. А она по центру прорвалась. И я скажу по статистике матча в Ставрополе. 8 бросков у нее. Правда, она и 7-метровые, по-моему, 3 раза бросала. Забросила все. И свою лепту внесла. Вот победные очки, которые у нас на выезде были добыты. Ну, а ладо свои тут. Бросок, бросок. Тяжеловато у нас Вероники, конечно. Надо подсобраться. Подсобраться. Бросок хороший в угол. Тут не каждый вратарь может. Но зато в ближний угол. Тут, я не знаю, надо тренера вратарей спрашивать, виновата или не виновата. Походу, я за скамеечкой проследил. Сразу замечание тут. Ну, не замечание. Подсказку сразу с тренерской скамейки делают голки Перу. Второй бросок. Жилинскатте. И он тоже не очень удачный. Пристреливается вратарь без проблем. Разгадала Анастасия Лагина. Ну, вот я сегодня думаю, что какое-то преимущество есть, помимо того, что игровая практика, регулярные тренировки, все-таки наличие по-разному опытных вратарей. Ни в чем я не обвиняю наших девочек. Да, но все-таки уровень Суперлиги, это им только начинает мериться по ключу. Поэтому все впереди. Ну, будем верить, надеяться. Речь об опыте. А опыт это такая вещь, которая только-только приходит с количеством матчей, определенно проведенных. Ну, будем надеяться, что... Ох, и опять не везет нашим девушкам. Здорово бросала 88-й номер Елена Смирнова. Прицел сбит. Прицел сбит. А вот тебе, пожалуйста... Чекуло-чекуло. 1-4. Уверенно уходят наши соперницы. Быстровато как-то. Ну, 7-4 матча провели соперницы. И это один из самых... Да что ж такое? Ничего у нас не ладится. Ох ты, молодец. Здорово сыграла Смирнова на перехвате. 1-4. На четвертой минуте первого тайма соперницы ушли вперед. Успокоиться надо. Галкипер у нас сменился Диченко. Лиза встала, и она опыт выступлений в составе основном она у нас имеет. Ну, и Чепула, Вероника тоже. Легче она появилась у нас. Так, Диана Голубь, но немного неудобно было. Перемудрили. Перемудрили слегка, привели туда игроков. И, естественно, Дианки... Да что ж такое? Второй раз Смирнова в штангу бросает и в левую опять попадает. Ну, в Ставрополе игра началась тремя подряд бросками в стойку ворот. 1-5. Очень уверенно. Ну, что ж, это у нас концовка никак. Берем сразу же мы минуту. Ну, по игре причем. Броски на броски, только эти забивают, а те нет. Да. К сожалению, к сожалению. Спурт стартовый в пользу соперниц. Лена Смирнова хорошо дважды вышла. Тут вообще чисто. Ну, чуть-чуть не хватает пока точности. Ну, это то, о чем мы говорили. Нехватка этой игровой практики. Не надо проверить левую штангу, сдвинуть немного левее, нет? Она вроде родная, должна и так работать. Ну, и еще одна вещь. Вот у нас из спортивных коллективов, выступающих в элите в Кубанском, по-моему, желто-зеленые, осталось вот только Кубань. Кубань футбольный у нас теперь черно-зеленый. У нас Кубаночка, которая в цветах выступала желто-зеленых, перешла теперь под эмблемой Краснодара выступает. Это черно-зеленые цвета. И Кубань... Локомотив? Локомотив. Нет, красно-зеленый. Красно-зеленые, это железнодорожники, они под другими цветами, у них желтых цветов нет. И у нас единственная команда, которая главные краевые кубанские цвета сейчас сохраняет. Вот в этом тоже. Ну, у нас есть категория болельщиков, которая... Так, Смирново у нас тут борется. Для которых это важно? Для которых это важно. Для которых это важно. Для которых поддерживают. В том числе и Татар Сида футбольная, которая на международных матчах поддерживает. Нашу команду, но международных матчах... Даже за рубежом. Рискованная передача, но... Да, даже за рубежом ведь ездят и... Смирнова! Ну, тут совсем. Семиметровый зарабатывает. Вот достойно похвал ей. Настойчиво она пробирается, Лена, на ударную позицию. У Лены мотивация высокая на игру клады. Она перешла в этом сезоне оттуда. На нее не рассчитывал тренер. Кстати, Коль, в составе нашей команды сразу целый ряд игроков, которые... Болу бросает. И не забрасывает. 1-5, шестая минута первого тайма. Надо собираться, девочки, надо. Ну, я понимаю, что и болельщики Лады, наверное, следят за этим поединком. И желают успеха своей команде. Но... Если масштабно подходить к женскому гонболу, то Лада это... Тот гонбольный коллектив, который и для сборной... Заметную... Ох, так. Продолжается атака. Левчина тут на пару встречают. С Валерой... С Валерией Бараник. Так. Нет, нет. Сложновато нашим вратарям. Лиза Гаченко. Без Самарской пока наши молоденькие вратари. 1-6. 1-6 на седьмой минуте. Ничего хорошего. Стартовые минуты не предвещают. Но гонбол такая игра, что... Женский гонбол, особенно. Тем более женский гонбол. Просто я боюсь, что в таких случаях игроки могут начать спешить. Все больше не получаться. И только еще хуже все будет. Здесь, конечно, нужны нервы железные. Забрасывает Диана голым. Вот очень важно, чтобы у Дианки все получалось. Как только она начинает быть результативной на площадке психологически. Ну, не переживать. Наверное, девушки не могут. Вот это, наверное... А Диана особенно. А Диана особенно, да. Впечатлительный, эмоциональный. И будем надеяться, что этот заброшенный мяч дает в целом 2-6 у нас. Но опять же хочу тебе напомнить, что Кубань та команда, которая, в принципе, она даже если разгромно проявит или как-то, все равно бьется до конца. И ни на какой счет не смотрит. Очень много можно. Даже матч со Ставропоментов вспомню. Вели три мяча, потом 0-6 уступили, начали уступать. Ну, 5-0 опять. И таких моментов очень много. Ну, Маша. Подобрали. В сложной ситуации подобрали. Коль, ну вот в прошлом году мы Ладу не обыграли. Не сумели в двух матчах одержать победу над этой командой. И по сравнению с прошлым годом, с прошлым сезоном состав-то у нас не укрепился. Означает ли это, что и в этом поединке шансов у нас, мягко скажем, маловато против такой команды, которая стабильна. Ну, что это за передача? Ну, нарушение. Нарушение. Надо собраться. За счет чего мы сможем что-то противопоставить такому вот крепкому гонгбольному коллективу, как Ладу? Характер? Да, характер, желание, борьбу. Потому что, ну, Ладу сегодня, при том, что она сейчас ведет, и это всегда сильная команда. Неглогие горшки обжигают. Ничего в ней нет сейчас такого непобедимого. Смирнова будет сейчас Лена. Ну, давай. Сменили Диану. Забрасывает. У Лена очень сильный точный бросок, хороший, если у нее идет, он... 3-6. 3-6 на девятой минуте. Ну. В общем-то, два таких традиционных гонгбольных центра сегодня на площадке у нас, да? Ну, последних 20 лет. До 99-го года Тольятти не было на карте гонгбола. А вот и Лиза молодец. Вот Лиза. Вот тут и Вика. Успокойтесь. Ты сыграла, не идет шубаться, девочки, родные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пенальти. Нет, не пенальти. Хотя, мне кажется, в зону зашли. Не было, может быть, такого завершающего акцентированного выхода. Может быть, арбитры посчитали, что мяч сохранить в атаке. Но не до 7-метрового дела не дошло. Смирнова. Женец Кайтовика. Ну, не ошибаться, не ошибаться, не ошибаться. Наша Дудина. Смирнова. Дудина. Опять туда близко на фланг стягиваем. Там сразу три игрока. Надо, конечно, немножечко Диане Голубу... Диане... Растягивай. ...зонку, да, освобождай. Не рисковать, девочки. И что? Защита в зоне. 7-метровый. Защита в зоне. Смирнова будет бросать. И карточка желтая. Первая по сегодняшнюю... Нет, Вика Жилинская. Почему-то есть... Да? Ну, посмотрим. А Смирнова меняет. 50-та минута. Лена пошла. Забрасывает. 4-6. Два мяча. Треть матча. Не матча. Первого тайма у нас позади. По мячу в минуту команда забивает. Да. Результативный така. Да, кстати, да. Ну, и что вот за эти... В 99-м году, Коль, мы с тобой обменивались мнениями, началось противостояние, началась биография отношений вот наших клубов между собой. Ох ты! 7-метровый, да, зарабатывает? Да. Еще и удаление не будет. Нет? Нет, удаление вроде нет. Кали Катю Левчина в зону, но 7-метровый зарабатывает. Ну, тогда Ладой руководил Евгений Трифилов. Да. Молодой, амбициозный тренер. А Кубань в 99-м году была серебряным призером чемпионата страны. И в первом же матче в декабре в Астрахани тур проходил тогда Кубань разгромила Ладу 34-20. И вот так вам везет. Не дотронулся наш матч. Не дотронулся. И интересный факт. Нынешний делегат Николай Дед, он был арбитром того матча. Вот такую информацию нашли. Так что и первый, и сегодняшний такой полу юбилейный матч. Коля, ты мне понравился? Я ему сказал, он удивился, обрадовался, начал вспоминать про Астрахани, как проходил. Он сам оттуда, из-за Актубинска. Так, ну и арбитры же, мы о них говорили, еще раз скажу, да, что Герасимов Максим и Дмитрий Слащев. Волжане, это и астраханцы, те, кто вот сегодня на площадке. Так, девочки, ну это я пытаюсь из кабинки подсказывать. В общем, у нас 4-6. 4-6 и возможность атаки. Да что ж такое, мне рисковать. Ну и быстрее, Маша, 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 Дудина. Подрастерялась немножко в этом эпизоде. Маша это умеет. Ну вот. В зонку. Ой, хороший. Ой, как отлично. Агафонова на опыте сыграла. На опыте. Кистевым бросочком. Так, так, держать, девочки. Забрось. Кто-то бы упал. Да, быстро ответили. Она расстроилась и пропустила. Ну, может быть, ценой 5-7. Два мяча. Ох ты. Дудина здесь у нас. Что-то непонятно. Взвилась над всеми. Повисела в воздухе. Подтолкнули ее. Оказалось, на площадке. Но атака продолжается. Так, Машу меняют. И у нас Рзаева появляется. Маша что-то не в своей тарелке. Думаешь? Ну, медленно как-то все делает. Немножко попривыкнуть. Смирнова зато у нас по первым минутам хорошая Лена впечатление производит. Я думаю, что Лена хочет доказать. Ой, как в зону. Ну, Вика. Что, нога, да? Застух. Застух. Вика. 5-7 остается у нас счет. Мяч побывал в воротах. Так, смахнули. Ой, как отлично. Ух, пошла бей-бей игра. Саша, давай, родная. Ой, отлично. Ну, что, Ару... Да нет. Ну, ну, до того досадок нет пока уже. Такие надо забрасывать. Мне казалось, в аут ушел. Да. Плохо, плохо. 1 на 1. Сколько мы вставок были, не забросили позавчера? Да, 50%. По статистике половину. Это ужас. Выходы 1 на 1. Но опять же, давайте, может быть, какой-то... Я не знаю, можно, не можно делать скидку. Понимать, по крайней мере, можно природу этого. Тяжело. Тяжело, 5-8. Вновь три мяча, 14-ая минута. А все потому, что Милане Рзаевой, наверное, должно было... Повести я слово, применю, наверное, но... Тут вопрос мастерства. Выход 1 на 1. Это неизбежно должно быть результативное решение эпизода. Если бы так все было. Да, ладно, да. Легко тут наблюдать. Ух ты. Опять, получается, приводим, приводим. Он туда, к Диане соперниц, игроков обороны. И ей мяч подсовывая. Ну, ох, так, 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 ну, нет. Удалять должны. Грубо было очень. Не хотела, конечно. Удалить. Не хотела, конечно. На 2 минуты. Ну, просто травмоопасное нарушение. И, слава богу, что ничего с Сашей серьезно. Оля Фомина, она... Так, а Виктория... Кстати, сейчас про Ольгу Фомину расскажу немножко. 5-8. 14-ая минута. И Жилинская Т в ударной точке у нас перед воротами. Так, а у нас 31-й номер здесь. В воротах это дарят деревень. На фарт. Поменяли. Да нет же. Ну, нет. Ну, нет. Вика. Уже какой второй или третий прямец мы не забрасываем. Ну, высокий вратарь. Она подбодрили. Ну, это называется передернуть. Поменял вратаря. И сработала его замена. Ладина опять на место возвращается. Все правильно. Про Фомину номер второй. Так. Хочу сказать удаленную. Это самый опытный сейчас. Результативный, да, по-моему? И самый опытный игрок сейчас в составе Лады. И в матчах против Кубани это самый результативный. Она в матчах с Кубанью забила 99 мячей. Коля, ну я тут, наверное, капитаном очевидность буду. Наверное, Диана Голубь. Ох ты, как здорово сыграла у нас Лиза Ворота. А у нас, наверное, Диана, бомбардир главный, который забрасывала Ладе. Или все же нет? Ну, я сейчас говорю о людях, которые на площадке играют. Вот из этих составов. Ну, да. У Лады 99, Фомина. А у нас, да, Голубь 69 мячей. Но в историческом, так сказать, разрезе есть люди, которые больше гораздо забрасывали. Одна Светлана Смирнова за сотню забросила Ладе. Ага. А тут Лена Смирнова у нас. Кстати, Елена Смирнова это родственница Светланы Смирновой. Лиана. Лиана. Молодина. Это династия гонбольная Смирновых. Та самая из Пикалева из-под Санкт-Петербурга. Это тетя ее, Светлана Анатольевна Смирнова, легендарная группа Кубани. Это тетя Лены Смирновой. Коль, ну я, ты как бы подчеркнул мотивированность Лены Смирновой сегодня. Но она мне вообще симпатична, как гонболистка, которая с таким характером пробивным, вот таким спортивным. Настойчиво пробирается, компактная, крепкая. И с хорошим броском уже мы это подчеркивали. 6-8, 16 минута. Очень большое желание играть есть, 20 лет всего человеку, да, и неуемное желание. И несмотря на достаточно такие серьезные габариты, она юркая, быстрая, резкая. Ну, надо тут просто подходить к своей, наверное, физической форме, по-особенному, наверное, все-таки работать со своим телом, весом. И все будет нормально. Мы верим в Лену. Коль, мы сегодня для канала Россия 24 готовили анонс, и вот говорили о том, что это в Суперлиге гонбольной для Кубани самый неудобный соперник. Так ли это, и как это действительно? Да, это так, действительно. То есть за всю историю встреч со всеми Кубами в Суперлиге, Лада, это самый неудобный для Кубани соперник. Всего один из побед, это 15% матчей все. Даже с Ростов-Доном на 32% матчей выиграла Кубань. Да, вот я хотел спросить, Ростов-Дон. В исторической перспективе. А с Ладой хуже всех. Ну, ужасно. Это нельзя так успокаиваться. Нельзя. Нельзя. Четыре мяча. Вот непростительные такие вещи. Причем от лидеров команды. Да, было видно, прочитали очень легко, незамысловатая была передача. Но у нас Карасева появилась на площадке, а на позиции Яна Савинова, капитан команды, разыгрывающая она. Сейчас ее тут укладывают на площадочку. Тольяттинская воспитанница. Кстати, да. Ревна Савинова. Ну, что такое, Маша? Нет, это так не пойдет, конечно. Ну, продолжается атака. Две подряд ошибки, потери, которые одна к голу привела, вторая еще не знаем, приведет или нет. Не хватает сейчас рева с трибун. Это раз, собранности не хватает, это два. Практики это три, но для бедных все отговорки. Да, это все отговорки. Команда Суперлиги, надо выходить, надо бороться, надо сражаться, а не отдавать. Сражаются, сражаются, ну. Да, настрой есть, конечно, это понятно. Вот техническое исполнение пока прихрамывает, это мягко еще говоря. Так, вроде бы. Довиденко, Саша. Кстати, мы говорили про самых результативных игроков из Кубани и Влади. Это оба правоэкранные. И Фомина правоэкранные, и голы правоэкранные. Специфика. Ну, в зоне защищалась Диана, да. Мяч попал в штангу. А Диченко уступает Чипуле у нас. Вероника два семиметровых важных отразила в Ставрополе позавчера. В самом конце первой, в начале второго тайма. А вот смотри, у нас 18-летняя против опытного. 31-летней. Посмотрим. Игрока сборной многолетнего. Легко. Пять мячей впервые повели по ходу. Нет, 6-1 был. 6-1, но пять мячей. А, да. Не впервые. Да, не впервые. 6-1. По традиции. Да, по традиции, скажем так, этого матча уже, который за неполную 19 минут уже сформировались. Вот такая ситуация Савинова. Не ошибаться, девочки, надо в передачах. Может быть, конечно, Лада забрасывает. Диана. Как она это делает, да? Со своего угла правой рукой. Слой в сегодняшнем матче она продолжает увеличивать. Ну, третий или четвертый мяч, да? Сейчас посмотрим. 20-я минута у нас. 20-я минута стартовала. 7-11. Четыре мяча. И вот эти догонялки у нас, к сожалению, мы... Ой-ой-ой-ой. Ну, затолкала. Вот тут не показала. У нас до штрафной был. До штрафной. Продолжается атака. Продолжается атака. Так. Нога. Хорошо, девочки. Внимательно. Лиза сразу на Дудину. На Машу. Сюда на Карасеву. Карасева забрасывает. О, молодец, Карасева. И удаление еще, да, получила? Тут, да. Тут у нас... Двойной. Новоселова. Новоселова к скамеечке пошла. Фомин. Новоселова. Там, потому что пока у нас Карасева... Вот здорово взяла на себя игру. Сориентировалась по ситуации. Не стала искать партнеров передачами. И вот важное качество свое, которым, собственно, она обладает. Голубь 4 матча забила. Голубь 4. 8-11 у нас. 20-я минута. И здорово. Вот наши сейчас очередную атаку провели против... Хороший шанс сейчас в защите выстоять. А Лада выстоит. Лада изобретательно все же действует достаточно. Валерия Киркдяшева. Валерия Киркдяшева. Держи, 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 держи. Удаление. Да, за горло взяло. Нельзя за горло брать? Нежелательно. Но это плохо. Валерия Бараник, конечно, да. Ничего хорошего не сулит. Это нашей обороне сейчас. И Лиза Дичинка, в том числе, которая ворота наша защищает. И в некоторых эпизодах уже неплохо себя зарекомендовала походу. Первого тайма, но маловато. Там, ой, ты, так и на фланг. О, Фомина тут ближний угол. Очень легко переигрывал. 8-12. Четыре мяча разница. На скамеечку у нас быстренько. Маша Гафонова отправилась. Смирновой Ленин дали возможность себя на площадке проявить. Саша Давиденко слева. Карасова здесь у нас. Железка отдыхает. Саминым отдыхает. Что-то недовольно. Маша Дудина и Фиана Голуб. Ну, в меньшинстве мы, кстати, атакуем. Коль, ну вот смотри. Начинаем, действительно, мы об этом говорили. Диана Голуб у нас исполнитель все-таки. Так, так, так. Тут Лену Смирнову атаковали. Но получается движение в ее сторону и ей следует передача. Наверное, ну или я тут немножко начинаю. Другую. Получается, для Дианы действительно пространство. Она же, ей необходимо пространство для того, чтобы завершить точно так. Мне кажется, что Диане зачастую ничего не надо. Только... Ух, как раскрутило. Лена молодец. Заряжена сегодня. Лена очень заряжена. Видно прямо. Геннадзе. Как она круталась. Молодина, молодина. Вертушку она дала. И у нас в российском Ленголе мало кто показывает. Может удержать, да? Да. И удержать вообще нереально. Ты молодая ведь такая, да? Да, молодая. Есть куда расти. Ну и Гена еще плюс. Это игрок особенно, ну, такой фактуры часто для... Ой-ой-ой-ой. Часто в игроках. Часто для линейного хорошая фактура, да? Потому что, ну попробуй, оттолкни крупную девушку. А для полусреднего и разыгрывающего... Коля, ну ведь и характер у нее бойцовский, судя по всему, да? Очень бойцовский. Она очень независимая. И в интервью не раз говорила, что она не предоставляет никаких авторитетов. Что может поспорить с любым человеком, включая Трифилова. Так, да. Ну вот, ну, сам Игорь Алексеевич любит, говорит, спорьте со мной кто хотите. Если вы правы, я сниму шляпу. Коля, если ты мне скажешь, что она любит Рамштайн, я уже не удивлюсь тогда. Так. Ну, эх, Саша. Ведь ее позиция была... Ой, ну зачем? Ну зачем рисковать так Карасева, а? Потеря на потерю. Ну, сама не знала, что будет делать. И сделала то, что... Ну, вот теперь 9-12. Тяжело вот это перехватить, перекрутить. И есть вроде возможность. Нету какого-то прям запаса, да? Не видно у Лады, что прям она может сейчас 4-5 мячей удерживать. Но... Да что ж такое. Очень хороший бросок. Дальний угол. Ну, а Саша Дайденко, конечно, подставляться здесь на удаление или на фолл. На 7-метровый тоже смысла не было. 9-13. Опять 4 мяча. 24-ая минута у нас первого тайма. Мазелинская-то и вновь на площадке. Маша Дудина, Голуб, Гафонова и Давиденко. Ну, в полном составе мы, естественно. Так, Лену тут потрепали немножко за униформу. Ох ты, да нет. 7 метров. Ну, вот, вот, пожалуйста. Ну, в такую как бы проскочку, да, Маша уходила? Немножко мне показалось прямолинейно Мария действовала, но тем не менее... У нее хорошее движение, как бы, она впрыгивает в зону, влетает, в правой руке мяч держа. Она же левша. И она перекладывает в полете влевую и бросает. Если не это получается, то практически гол. Да ну нет же, ну нет, Лена, ну нет. Ну что ж такое, эти свечки свои уже. Вторая свеча такая, да забрасывай уже. Ну, хотела с оригинальной. Это просто, вот, считай, три пенальти, да? Эмоционально я среагировал, но действительно досадно. Все в руках было, и мяч вроде отскочил там. Забрасывай, но решение таким было. Вот, пожалуйста, а эти из-под рук бросают наш блок тут... Давиденко, Додина. Связали. Грамотно причем все сделано было за счет усилий 10-го номера Виктории Шимановской. Жилинская, это на позиции левого полусреднего. Сьяна у нас на позиции разыгрывающего. И что? Ох ты! Ну, Шимановская. Вика Шимановская здесь. Перекрыла. Пути подхода. С передачами беда у нас сегодня, конечно. Отвыкли. Да, еще при достаточно активной защите серьезной команды. Еще обороняется. 25 минут до конца, 5 мячей мы проигрываем. А Дудина, рука вверху арбитра, забрался. Хороший. Молодец, Маша. Молодец. Не очень, кстати, такой гарантированный был завершающий бросок для успеха. Да еще правая набросила. Да еще и правая. Чего в артаре не ожидал. Судя по всему. 10-14 и 3 незабитых пенальти. Пожалуйста. Какой счет? Ну, увы. И в штамп еще два раза попали. Ох ты, как здорово тут оригинально сыграли. Девушки тольятинские. А, Валерия Кетергашева тут. Так, так, так. Ну, молодец, Сашенко. Молодец. Теперь не терять. Не терять. Вик-ка. Все, притормозила. Не было, не было продолжения. И, наверное, правильно Виктория сейчас сделала. Савинова, Яна, Яна. Попыталась. И тоже не было, наверное, продолжения здесь, да, атаки. Смотри, да, как-то больше на индивидуальную игру Кубани сейчас ориентируется. Потому что командные связи разлажены за последнее время. Это видно. Никто не поддерживает атаку стремительную. Получается, в линию мы ни разу еще не умели сыграть. Мы не обвиняем людей, да. Ну, что ж это правда. Объективный фактор. Да. Посмотрим. Ну, это... Ты прав в том, что это разговоры для бедных все равно. Никто в Суперлиге не будет. Савинова? Да нет. Ну, не знает она, как завершить уже Яну. И никто не подстраивается. С ней надо бросок делать. Но установки это не следует, как я понимаю. Да что ж такое? Ну, нет. Вику надо просто уже на завершающий бросок как-то так, рука вверху и передать. Нет. Сейчас отберут мяч. Конечно, отберут. Конечно. Это кошмар. Ну, брось ты хотя бы его. Оу. Молодец тебе. Похлопаем просто. Ну, и что здесь? Ну, что здесь? Забрасывает. Вот Яночка. Молодец. Только ругал. И сейчас уже от любви до ненависти. Восемь секунд. Восемь секунд. Восемь секунд. 11-14. Три мяча уступает. Кубань. 28-я минута у нас. Ненависти нет. Только любовь. Ну, и страсть, конечно, которая в таком матче неизбежно присутствует всегда. А тут... Тут это однозначно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как пробралась. Как пробралась и забросилась. Здорово. Надо отдать должное. Ну, и Катя Легчина у нас тоже без игровой практики. Тоже сложновато ей. Но хорошо здесь Гафонова связала. По рукам, ну и по ногам тоже. Возможно, зарождающаяся контратаку. Валерия Киргяшева. Благо ошибок и потери у Кубани. Слабая реализация. Плюс в обороне. 11-6. Пять мячей. Это наша... И не сказать, что играем с Ростовом. Да. Ну, кстати, Кубань нанесла на один бросок больше поворотов, чем Лада. Чем Лада. Семиметровый. Оборонялись. Оборонялись в зоне. А теперь у нас... Ну, у нас уже бить некому. Да. Все уже бросали. Диана. Диана. Голубь по второму кругу пошли. Ну, Диана, давай. На тебя смотрит. Вся Кубань. Бараник появилась в оборонке сейчас будет. Ну, Диана. Забрасывай. Диана разозлилась. Разозлилась. 29-ая минута. 12-16. И Лада свою атаку очередную постарается организовать сейчас. Тайм-аут. Теперь взяли наши соперницы. Есть что сказать по ходу от первого тайма. Тоже не всем доволен Алексей Алексеев. Я уж не говорю про Дениса Сайфулина. Ну, по крайней мере, после позавчерашнего матча Сайфулин поблагодарил команду за самоотдачу, за борьбу, за то, что не раскислили. Были у нас в клубе опасения, да, из-за вот этого, что 14 дней не играли. Потом 5 дней поиграли опять на 14 дней, опять без тренировок. Домашние тренировки ни в какое сравнение не могут идти с нормальными, так сказать, условиями работы. И сейчас, ну, команда просто должна набирать опыт. А матч с «Ладой» тоже очень сложно было переносить, потому что календарь плотный. «Лада» в январе уже стартует в групповом этапе Европейской лиги. Кубань то, что может пробиться. И им надо было до конца года найти время. В общем, дата вот только на 16 октября получилась. Коля, шведки у нас действительно снялись, да, по причине понятной вполне, да, не стали они? Шведская команда отказалась от участия, потому что очень сложно логистически, юридически для них участвовать. Как бы препятствий для участия клубов нету, а нам гол. А им тяжело. Поэтому Кубань прошла в третий раунд, и мы 20 октября узнаем своего соперника. «Лада» уже в групповом этапе. Семь метров и удаление. Жестко тут Яну встретили, Савинову, и на две минуты… Кубань сейчас и рассчитывает индивидуальная игра, прорывы и там, или гол, или пенальти. Коль, ну, командная пока не прослеживается у нас взаимопонимание. Ну, какая сейчас может быть командное взаимопонимание? Мы уже говорили, Слав. Тут объективные вещи. Ты растерялась ли, если прицел сбит? Да. Ну, посмотрим, как Диана справится с этой задачей. Как говорится, трудности роста. Забрасывает. 13-17 и последняя минута первого от Диана у нас. Сейчас бы не пропустить мяч, а ну, хотя бы четыре мяча оставить. Да нет, не получается. Ну, справляется, справляется Киршо. Ну, и свисток, который сигнал, сигнал, возвещающий о том, что первая половина сегодняшней встречи у нас завершена. Счет не в нашу пользу. Пять мячей, о которых мы говорим весь первый тайм, не в нашу пользу, но табло как раз и отражает. 13-18. 13-18. Тренерам есть что сказать в раздевалках. Мы вместе с вами отдыхаем и надеемся, во всяком случае, вместе с болельщиками Кубани, что во втором тайме мы сможем выглядеть более достойно, меньше ошибаться и навязать борьбу своим соперницам. Отдыхаем. Итак, вторая половина матча, в которой Кубань на своей площадке во дворце спорта «Олимп» принимает с серебряного призера чемпионата «Тольятинскую ладу». Счет не в пользу кубанской команды. 13-18. Пять мячей разница. И эта пятерка мячей не в нашу пользу. Вот она продолжалась. Оно и рядом Николай Буян. Коля, но все-таки могли наши девочки по ходу первой половины поединка получше выглядеть и порезультативнее. Я вам скажу, кстати, 24 броска. Я статистику смотрю. 24 броска обе команды провели. 13 забросили наши девушки. 18 забросили соперницы наши. Вот тебе ответ. Три пенальти за белый Кубань. Скажи, вот Лада показывает ли заоблачную какую-то игру, чтобы так сказать, да, действительно, это все соответствует. Вот счет отражает истинное положение на площадке. Так ли это? Я думаю, что счет, он какой есть. А Лада, на мой взгляд, да, и зрители, в принципе, тоже могут сказать, что показывает свою обычную игру нормально. У них тоже не все в порядке. У них отсутствует капитан их, как моля. Есть и травмированные игроки. Поэтому надо бороться с этой командой. Тем более, что это один из конкурентов Кубани в борьбе за медали. Коль, смотри, средний возраст наших девушек 22 года. 24 на пару лет вот Лада постарше. Вот это два года не такая же разница. Я бы сказал, что давайте уберем из этой статистики тех девочек, которые у Лады почти не играют, как Борисова, Терлецкая, 17-18 лет. Тогда сразу возраст еще повысится. А у Кубани в воротах стоит 18-19 летний. Поэтому тут молодая команда. Есть куда расти. Мы должны понимать просто, что это, в принципе, и Лада не сильно возрастная. Команды молодые. Год, два, три надо поиграть, сыграться. Тем более, мы понимаем, что здесь очень много сейчас воспитанниц Кубани. Им надо тоже давать практику. И через несколько лет эти люди будут являться основой не только своих клубов, но и, возможно, даже сборных команд. Так, рука вверху. Не давать бросать, не давать, не давать. Вика, держись. Вика. Еще не только не давать, но и удаление не получить. Да, не заработать, да. Чтобы не перегнуть палку, забороняясь. Так. В полном составе. Открывается Шимановская на линии. Да ну что ж такое. Ну, совсем уже времени не было. И Чапула пропустила. Вратарский гол, но, может быть, она не видела этого броска. Тоже тяжело. 14-19. Сложновато, да, с рикошетом от площадки. Смирнова. Коля, можем ли мы говорить о том, что у нас сейчас универсиада? Так, что там такое толчок, да? Угрока. Дудина. Дудина не в своей, я же сказал, да, не в своей тарелке. Сам замечал. В линию передача и нет. Диана успела. Так, что там было? Повреждение какое-то. Дафонова там жестко встретила. Киргяшина. Молодая тоже, 19-летняя. 19-летняя, но я скажу, она очень в порядке. По первому тайму игра идет через нее. Это смена Даши Дмитриевой, которая была несколько лет лидером Лады, главной разыгрывающей. Но в Тольятти хорошая школа, одна из лучших в стране, поэтому кадры там готовить умеют. Да, говорим о молодежи. В составе нашем, вот тебе, пожалуйста. Ох ты, как хорошо. О, по руке ударили. По руке, было движение. Ну тоже, в очередной раз Маша не... Не совладала, да, с этой... Да, не удержала, не выбрала. Что-то, что-то не в порядке. Не найдет, хотя она имела среди немногих игровую практику, вот на той самой универсиаде. Ой, вот она может поругивать слегка надо время от времени. Маша здорово сейчас завершила атаку свою, левой своей рукой. Молодчина в ближний угол, вправый от себя. Пробила 15-19, четвертая минута второй половины поединка женской суперлиги, в которой Кубань принимает... Много сейчас зависит от Гафоновой, Жилинской, центра нашей обороны. На них, на них большая ответственность, потому что, ну... Ну и, наверное, не надо быть... Вика это самый высокорослый игрок всей суперлиги, поэтому надо ей... Ну и листопад не хватает, видимо, это еще хотя бы для ротации, может быть, Настя здесь, конечно, могла бы... Вратаря тоже не хватает. Вратаря... Оп-ты, оп-ты... Смирнова встретили. Придержали за футболочку, и этого хватило для того, чтобы атаку притормозить Кубань. Очень легко, по моему мнению, Кубань пропускает мячи. Как бы не то, что я без борьбы, но КПД вот атакующих действий гораздо выше ладу, чем у Кубани. Кубань пытается что-то там... Коль, вот Катя Левчина получает мало игрового времени, мне кажется. Она побольше имела его всегда. Это по заслугам все, да? Спортсменка подздала. Ох ты! Ну это что? Это все неправильно. Жестко достаточно Машу дернули. Да, тут ничего не оставалось. Анна Голубева. Ну, прошла в линию передача и выглядело это очень эффектно. И будет ли это эффективно? Посмотрим. Диана не рискует, не рискует. Молодец, Диана. 16.20. Пятая минута у нас второго тайма. Диана Голубева отличается. Она, кстати, самая результативная по ходу у нас первого тайма. Она 7 бросков совершила, не забросила мы помни 7-метровый, но 6 раз она отличилась. Это сейчас 7-метровый. Так, в линию передача. Да что ж, задело чуть-чуть руками, но... Сложновато. Сложновато. 7 голов у Дианы, почти половина. Посомневались арбитры, но сложно было Виктории здесь в скайпе. Вратарь все перекрыл. Что, пробежка? Не смотрел, да. Ну, какая-то ошибка в атаке. Заступ или заслон неправильная пробежка. А вратари у нас меняются каждые несколько минут. Ну да. Кому как повезет. Смирнова же в скайпе. Вика задержалась. Да, Вика, конечно, чувство уверенности подрастеряла немного. Быстрее. Долго, долго, конечно. Мы сейчас опять останемся на флажке. И продолжения нет. Ну, Смирнова. Есть что? Все. Зеркальные нарушения происходят. Грамотно подставилась. Потому что никто не помог, никто не помог Лене Смирновой. Никакого продолжения не было абсолютно. И подшакцами, но этот красивый бросил. 16-22. 6 мячей. 6 мячей. Но теперь ты не будешь спорить, что в перо и у нас разница в счете. Да, не спорю. Не ладится, не складывается. И не скажу, что это только потому, что очень мощно выглядит сегодня Тольятинская лада. Яркое подтверждение тому, как Валерия Кирдяшева играет 19-летняя разыгрывающая в ладе. Очень успешно справляется Латеринск со своими задачами. В обороне она гибкая, пластичная, с хорошим броском. Хорошо мыслит на площадке. Думаю, что... Ну, мое мнение просто виден. Как бы более хороший игровой тонус у команды. Даже представить, что команда в равных условиях, так сказать, подготовки и проведения игр бы шли. Я думаю, что другая была все-таки игра. А так сказывается опять штанга. Бросков-то больше Кубань совершает. Ну, перехвати, Маша. Ох, молодец отбила. Лиза свою ногу подставила в полете. Ну, вот я о чем говорю. Не забрасывают тех, кто должен забрасывать. И это на сегодняшний день печально. Печально. Какое-то внутреннее оправдание есть, которое не действует ни на кого. Ни на кого не действует, во-первых, оправдание. Во-вторых, Савинова, конечно, должна забрасывать такие мячи. Яна. Ну, посмотрим. Дай. Гафонова. Забрасывает. Ну, слава богу. 17-22. 17-22. Тонус. Тонусом, конечно. Ну, наверное, и разозлиться немножко. Зубки показать. Можно Кубани по ходу такого матча? Ну, во всяком случае, мы понимаем, что, да, команда в начале пути, если так можно говорить. Здорово. Блок сработал. Передача. Ох ты. Ну, он не видит. Яна не увидела. Ну, может быть, и ладно. Не увидела Жилинской-то. Профукали атаку, скажем так. Диана побежала в неудобную позицию. А удающий ей пас, мы увидели, слева открывает, что жилинская. А нам отсюда хорошо видно. А нам отсюда отлично видно. И мы тут, как говорится, по полочкам все разложили. Не туда. Яна отдала, оказывается. Диана. Дудин. Дудин. Диана замерла на планке. Попыталась сама пробраться в центральной зоне. Все ее ждали. Замкнулись. Сработали щипцы оборонительные. Практически не бросает. Забрасывает. Диана. Сама с радостью среагировала на заброшенный мяч. Сколько можно в стойке попадать? Да, четыре мяча. Но раза четыре мы точно угодили. Да, четыре. У Жилинской-то не идут броски. С 7 и 1 забросили. Да, совсем. От слова совсем. Вероника Никитина появилась здесь у нас. На позиции левого полусреднего. И она в линию попыталась отдать. Встретили ее хорошо наши девочки. Валерия Бараник здесь, в частности, сыграла надежно. Гафонова в центральной зоне. Вместе с Викой Жилинской, с Катейяна Савинова рядышком. Там на левом фланге Катя Левчина прикрывает. И Диана Голуб на правом фланге. Надо оборонку здесь. Ну и площадку в порядок. Сейчас приводят. При счете 18-22. И первая треть второго тайма у нас. Попыталась пробраться. Ну, грамотно ее до зоны. Не настолько, чтобы заработать. 7 метров. Да, здесь замечание от арбитров. Но надо. 5-1 пытается потом играть. Фомина феерит сегодня, продолжает. Да, забрасывать один мяч за другим. Хорошие качественные броски. Как мячи опять у нас. Диана Голуб. Теряемся. Нет продолжения. Ефимкина впервые появилась, да, на площадке у нас? Да. Голуб села. А Ефимкина в этом матче еще не выходила. Ну, что ж это такое? Ну, что это? Не ждала Левчина такой скрытый пас от Вики Жилевской. И в итоге потери. 5 мяча. Сейчас опять на 6 будет. Ох. Хотя молодец. Левчина сработала. Передачу точно. Ну, давай, Ефимкина. Передача. А нет. Яна, абсолютная передача. Ну, что это такое? Затормозила атаку. Продолжения не нашла никакого. Типичнейший момент, который показывает. Ефимкина опять перебирала. Да нет, это не атака. Все медленно. Три в одному, да, как в футболе говорят? Вышли. И, к сожалению, решения не нашли никакого нашей девушки. Один мяч сломали, другой потеряли. Опять передача бесхитростная была в линию, к сожалению. Дудина тут сражается, бьется, двое ее сдерживают. Нет у нас развития атаки, к сожалению, в эти минуты последние никакой. Рука вверху. Опять что-то надо придумывать. Ничего Яна не может, к сожалению, изобрести. Очень прямолинейно действует. И в этой ситуации, конечно, очень сложно выгоду извлечь из атаки своей. В такой ситуации. Наброна бросал. Да нет. Тут блок. Все это ждут, естественно. Катя Левчина встречают и не дает, помянуть, свою атаку быстро развить. Слабовато. Слабовато, откровенно говоря. Вот эти последние пару-тройку минут мы на площадке выглядели. Да. 18-23. Пять мячей. Беспомощность демонстрируем, к сожалению. И это досадно. Вот вам, пожалуйста, как это делается. Видно, что на эту минуту выше. И скорость, физическое состояние у соперника лучше. Теперь надо включать уже морально-волевые качества. А что делать? 18-24. Шесть мячей. 13-ая минута второго тайма. И не видно пока никакого. Ну, тоже стоит не забывать, да, после всех этих перипетий. Все-таки игра только вчера была, да, команда ночью приехала. Да, тут еще. Одна тренировка была. И сегодня уже игра. Ну, то есть, все навалилось. Опять же, говорю, ты, конечно, может, отговорки в пользу бедных. Но это нельзя игнорировать тоже. Об этом можно и нужно говорить. Ой, с сожалением. С сожалением мы это констатируем, конечно. Ну, сезон такой у всех сейчас наперекосяк. Что будет завтра, с какой из команд. Ну, дай бог, всем здоровья, да. Но мы видим, как это повсеместно все происходит. И везде какие-то проблемы. Савинова с мячом. Тринадцатая минута, 18.24. И свою атаку Кубань пытается организовать. Позиционная она сейчас в данной ситуации. Передача Савинова на Дудину. Дудина. Нет. Мне кажется, нарушали правила. Нарушали правила. И тут уже так смахнула. Вот и Вика. Вика, 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 Вика. Передача. Да, что ты. Ну. Сумела, сумела Вика отдать мяч. Но, к сожалению. Да сколько можно штанг, а? Это просто несерьезно уже. Ну, почему несерьезно? Несерьезно. Абсолютно. Каркас ворот. Будем засчитывать. Ну, а как? Мяч идет практически в створ. Если человек не бросал 50 дней поворотом практически. Ну, как можно? Ты же сам много лет в спорте, в футболе. Ты же понимаешь, что такое тренировка. Если ты не бьешь поворотом, и Месси перестанет забывать. А когда команда долго не играла, можно? Три штанги, один гол, допустим. Корректировка. Корректировка. Там, отсюда, да, мы ведем? Сверху корректируем огонь. Батареи просят огонь. Смирнова Лена появилась у нас на площадке. Вика Желинская. Лена, кстати, любит, чтобы ее называли Аленой. Аленой? Да. Забьет мяч следующий, мы сразу ее в эфире назовем Аленой. Да. Алена Смирнова, да? Да, ну вот ей это имя ближе. Она себе так, по паспорту она Елена, не сильно любит назвать. Хотя со мной в разговоре, в принципе, она сказала, как угодно. Вот так, да? Но как угодно начит Аленой, раз предпочтение есть. Опять линию мы прозевали. И удаление. Мало того, что гол, так еще и удаление мы получаем здесь, в этой ситуации. 18-25. Опять же, да, ну, ни в коем образе не умаляя заслуг соперника, но Кубани на своих ошибках сегодня проигрывает, на своей реализации. Ну, дали возможность Ефимкиной выйти на площадку. Но ничем пока себе спортсменка мяч не летит в руку. Это уже стабильность, да, Аня, как 25 августа в матче с Динамо здесь зафеерила. А сейчас доказывать это сложнее. Ну, посмотрим, пожелаем позже. Харасева на площадке. Харасева. Смирнова. Алена. Передержала. Харасева. По традиции не снимаем вратаря в меньшинстве. 7 метров. Ну, Харасева Настя взяла на себя игру. Молодец. Корпусом показала, что... Настя тоже получает немного игрового времени, но у нее тоже большое желание. Ну, надо доказывать. Вот сейчас матч, пожалуйста. А там что, ногу свело или... Да, там столкновение было. Ну, у нее вот это... Это от Кердяшева. Разве? Мне кажется, 35-й номер. Да, да, да. Встала. Встала спортсменка, слава богу, да. Ну, там столкновение было, я думаю, забило. Что, Диана? Боевая, боевая фигура, боевая единица в составе. 35-й номер. Ну, у нас тоже вот боевая единица. Диана голубь, посмотрим. Переиграем. Десятый гол. Десятый гол. Из 19-ти здесь. 50% Диана. Ну, тоже так, нельзя, чтобы на одном человеке все это было. Как говорят, не знаешь, кому отдать пас, отдай и Диане. Есть такой. Ну, один в поле не воин сегодня, к сожалению. Так. Перемудрили что-то. Перемудрили, перемудрили Тольятинки. 15 минут остается играть. 15 минут, 15 минут. Пол тайма второго у нас позади. 19-25, 6 мячей. Никак разницу мы не можем сократить, к сожалению. Ну, сейчас 7-0, вот сделает отрезочек. И можно уже выйти вперед. Ну, это да. Я даже не могу представить, когда Лада в последний раз 7-0 отрезок какой-нибудь матча проигрывала. Дудина и мяч сегодня несовместимы. На площадке Маши ничего не получила. Сейчас дважды подбирала она и никак, ни в какую. И получила, привезла гол в свои ворота Дудина. Атакует, атакует команда наша, но, к сожалению, 19-26. До 7 мячей разница в счете у нас. Почему из-за ошибок, ошибки наказываются этой командой. Мы ошибки Лады не часто наказываем, да? Абсолютно нет. Только с пенальти. 17-ая минута, 17-ая минута, второй тайм, 19-26. Дудина, да. Отправляется на скамеечку у Марии. Рзаева появилась у нас. Милана на площадке. Посмотрим, как она сумеет. Красивого Настя. Бомбят в Тольяттинке команду под названием Кубань сегодня. Ни передачи, ни броска, ни завершения. Пока ничего не клеится у нашей команды. Расстроились, девчонки. Расстроились. Диана пытается взбодрить команду. Но 8-ичей уступаем на 17-й минуте. Расклеились. В гандболе такт. И вот 3-4 атаки какие-то вроде начинают приближаться. Опять штанга. И не забиваешь. И тебе забрасывают, забрасывают. И все. И у одних крыльев раскрываются, у других. Опускаются плечи и головами. Будем считать, что на 16 октября 2020 года вот неудачно. Расплод сил. 19-28. Но попахивает уже, конечно, крупным счетом. Не в нашу пользу. Рзаева отправляется на скамеечку. Дудина вновь на площадке. Смирнова рядом. Там Карасева, Настя. Саша Давиденко и Диана Голуб. Гафонова. Линяная наша тоже в игру вступала. Тайм-аут не выдержал уже наставник Кубани. Надо что-то говорить спортсменкам. А крупно Кубань проигрывала Ладе в 2005 году здесь, в Краснодаре. То есть 15 лет не было 10 плюс, 10 минус поражения. Ну посмотрим, может еще удастся избежать такого серьезного. Все-таки хочу девчонок поддержать. Трудно им приходится сейчас все заново, считай, вся подготовка летняя пошла на смарку. Все заново. Игроки отсутствуют основные, связи разладились. Поэтому сейчас вот этот вот месяц до Еврокубковых матчей. И вот этот месяц надо посвятить. И он будет посвящен выработке всех взаимодействий. Потому что сейчас и игры идут наконец. Очень плотно уже 20 октября Кубани в Москве сыграет с Лучом. 22 октября в Звениграде со Звездой. А 29 октября в Краснодаре сыграет с Университетом Ижевским. То есть 5 игр за 2 недели фактически. Это как бы серьезный график. И надо к середине ноября подойти уже в более-менее серьезном состоянии. Потому что очень соперник в третьем раунде Лиги Европы будет серьезным. В этом можно не сомневаться. Кстати... Ну травмированные должны же вернуться в строй. Да, мы в это верим. Надеемся. Кстати, у Лады тоже расскажу ближайшие матчи. У нее уже 21 октября. Суперигра в Тольятти против Ростов. В Дона. То есть это для них такой матч-проверка. Чего не стоит. Тиана забрасывает очередной. 27-го Лада сыграет в Москве с Лучом. И 29-го там же в Москве с ЦСКА. То есть у нее соперники уже начинаются и Ростов, и ЦСКА. Потому что до этого Лада... Легко брала очки с командами, которые в общем-то... В нижней части турнирной таблицы находятся. Так, ну атака очередная. Очередная атака от Тольяттинской Лады. И девочки, конечно, воодушевленные. И, думаю, в победе своей не сомневаются. Но здесь хорошо сейчас. Лиза. Лиза хорошо очень реагирует. Доченко. Ну, подсократить надо, чувак. Это был куда бросок? Это просто мрак. Кому это был пас? Да. Я думаю, спросить Карасева, она не ответит, кому это был пас. Подрастерялась. Подрастерялась молодая спортсменка, конечно. Ну, Голубь сегодня у нас лучшая, безусловно. У нее 11 ключей уже без 12 бросков. Тут, я думаю, вариантов нет. А вот, наверное, у Лады я бы отметил Фомину все-таки. Настолько она... Фомина. В нужные какие-то моменты ключевые. Мне, конечно, 35-й номер. Вот сейчас она вновь на площадке. Здорово. Ну, вот Лиза здорово очередной раз. Убежит. Диана. Да, Диана, Диана, Диана. Плохо Диана делает. Вот, вот как встречают. Вот как Настю встречают. Опять поражали. Судьи не видят, правильно. Пальцами в лицо попадает защитница, но не обращают внимания на это. При счете 20-28 судья сломал игру. Ну, да. Десять минут до конца. Да. Надо сохранять лицо. Желто-зеленое. Ага. Бланг, так. Голубь. Маша. Ой-ой-ой-ой-ой. Савинова. Доконова. Настя. Вот тут ее. Нет, она. С криком «Ура!» влетела в защиту. Амельченко. Промахнулась. Промахнулась. Ну, там Гафонова. Амельченко промахнулась. Не позволила, да. Не позволила, может быть, завершающий бросок такой. С долей надежности. И чуть-чуть штангу сдвинули. Видать, все-таки, да? Хаттабыч сегодня Тольяттинский какой-то. Подтягивает. Ну, да. Да. Раз пять попали в Стамбуле. Ну. Обороняются. Обороняются здорово, конечно, Тольяттинские девушки. Удаление. Удаление. Яна Савинова. Продолжение тоже не просматривалось серьезного, честно говоря, в развитии атаки. А 75-й номер отправляется. У нас на скамеечку. Алена Амельченко. Вот это две минуты, которые не изменят мир. Игру не перевернут. И что такое? Второй пас делают люди. Я не знаю, стоит ли такие передачи делать. 20-28. 22-ая минута второго тайма. Доминируют, доминируют наши соперницы на площадке. Уверенно ведут игру. Инициативой владеют весь матч практически. Можно что угодно говорить. Хорошее начало, да, результативное. И они удерживают. И четкие броски. Все-таки в точности сегодня Кубани уступила. Серьезно. Чем это объяснить уже? Объясняли как могли. Наверное, на эту дату, на 16 апреля. Пока рановато нам что-то требовать от команды. Да. Посмотрим, как команда сыграет ответный матч в Тольятти. Он уже пройдет в 2021 году. Мы надеемся, что пройдет. Самое главное, да. Коль, ну, самое главное, то, о чем ты уже говорил пару-тройку раз. Здоровье. Здоровье, чтобы по... И я хочу сказать, да, все-таки, мы же понимаем все команды. Ну, зачем это было делать? Опять же, все эти вот перекидки не типичны ни для Живенской, ни для Голубь. Наверное, обусловлены вот этим вот отсутствием какого-то чувства игры сейчас. Да, ну, по мне, по мне, ну, однозначно видно, что не в своей тренкой команде. Я думаю, уверен на 100%, что совсем другая была бы игра. И Калинин Корнисты был, если бы. Ну, Диана тут хорошо прикрыла фланг, заставила соперницу ошибиться. И я в мысли продолжу. Все-таки это предварительный этап, большая очень работа. Ну, надо по своей задаче на определительном этапе, да, это выход в плей-офф. А там уже, как цыплят, считают, по осени, а в гонгболе по весне. Все будет решаться в мае, в апреле. Калинин Корнисты быстро очень бегут, отрываются. И Фомина. Нет, не Фомина. Анастасия Новоселова. Десять мячей разница на 24-й минуте, чего мы не хотели, то и получается. Потому что передачи эти... Нету, нету разницы в классе такого, как по счету. Ну, вот мое личное мнение, может быть, я как-то заангажированный человек. Да, судя по этому матчу, есть. Правильно ты говоришь, счет остается, к сожалению. Игра забывается. А игра... А счет войдет уже в историю отношений. Малоизобретательная сегодня Новоскапитан, Диана. К сожалению, с передачами, мягко говоря, прихрамываем. Ты прав в том, что Диана Голубь... Ну, дают всем поиграть. Здесь Ефимкина выходит на площадку. Передача на фланг. Легчина у нас подвыпала, конечно, из завершающей фазы атак тоже. Жен, с Катей не сыграла сегодня свою роль. Броски шли непонятно куда. Заступила. Потери ошибки, опять же. Не типичные. 10 мячей. 26-я минута у нас второго тайма стартовала. Разница в 10 мячей. В общем, не выдержали мы, я думаю. И правды в том еще, что и физически подсели. Количество ошибок таких необязательных увеличилось. И вот пауза долгая, долгая. А потом вдруг в бой. В Ставрополе сумели где-то мы. Ну, наверное, и мастерство. Уровень, вернее, команд разный. Ставрополе и Лада по уровню. Разные команды по укомплектованности состава, по исполнительскому мастерству. Там мы сумели и себя превозмочь. И превзойти, может быть, соперника в решающий момент. А вот здесь, конечно, все подкопилось. А Лада не та команда, которая даст возможность раскачиваться. Лада сыграла грамотно по сопернику, как бы, с позиции первого номера. И факторы все-таки за нее были изначально. Разница в гандболе, да, как бы, я много очень смотрел, исторически анализировал. Сейчас она зачастую не говорит о разнице в классе. Сколько моментов было в свое время, когда совершенно разные команды, не разные команды, а разгромные счета в матчах между Кубанью и Ростов. Ростельмашем еще там, Аквой Волгоградской были в пользу обеих команд в одном чемпионате. Это не говорит, что команда на 15 мячей сильнее или там хуже. Это в какой-то момент уже одна команда своей задачи выполняет, другая начинает там добивать, может, или что-то. Тут, ну, ну, что же за передача такая у Фимкина, а? Ну, да. Расклеились уже, конечно, понимают, что не спасти игру. Ну, да. Ну, всех выпускают уже Лада на площадку, дает поиграть абсолютно всем. Борисова на площадке здесь и Терлецкая Катя появилась. Вот она в позиции разыгрывающего и Тергина, Настя. Тут все, кто в боевых условиях должен поучаствовать этого матча. Они сейчас все на площадке. Времени у нас. Лада улетает, завтра полдня проведет в аэропортах. Она через Москву летит домой. И у них 21-го числа уже ответственная игра очень с Ростов-Дональд. Тут надо дать отдохнуть. А Кубани в воскресенье выезжает в Москву на автобусе, где проведет и в Подмосковье, и в Звенигороде. Два матча чемпионата. Будем думать, что очки наберем там свои. 23-1. 11 мячей разница. 28-я минута. Яна Савинова на позиции разыгрывающего. Дудина. Правая полусредняя. Там Левчина. Катя подключилась. Савинова. Так, на Смирнову. И передача хорошая. На гол. Лоб в Диану. Диана сместилась на позицию линейного. Передача последовала ей точная. И Диана не подвела. А Диана продолжает наращивать свой бомбардирский капитал по ходу сегодняшнего поединка. И это здорово. Но еще расскажу о том, что усилий только лишь Дианы, нашего боевого такого, боевой единицы, маловато. Обороняться. Перехватила. А Диане говорил. Так, Дудина. На Лену Смирнову. Смирнова. Так, сюда передача не увидела. А, Иноу увидела. Нет. Савинова. Тоже не в своей тарелке. Савинова. Расстроена сама. И, наверное, этот бросок ободряющим для команды тоже никак считать нельзя. 21-31. 10 мячей разница. Не забрасываем. Не забрасываем ничего. А, тут правда. Вот. Хочу выделить, да, сегодня тоже вратарей наших молодых. Они, в принципе, ну... Не так уж, чтобы они подводили. И отбивали. И против соперника надо понимать, какого. Поэтому, девочки, пожелаем тоже им удачи. И всей команде успехов. Я думаю, что это все-таки временное такое потрясение. Команда взбодрится. Прилетит волшебник в голубом вертолете из Москвы. Последняя минута. Последняя минута. 10 мячей разница. Получится ли забросить сейчас Кубани вот этот мяч? Диана... Воздушка. Забросили. Молодцы. Сработали. Ну, так бы сразу. Ну, очень приятно, что Яна именно на завершающем броске сейчас была. После ряда вот неудачных... Ну, еще на атаку времени утолять и хватает. 9 мячей. Ну, что, будет крупный счет, или не будет? Ну, вот надо... Так. Блок сработал. Лиза не дотронулась. Нет, не дотронулась. Нет, не дотронулась. Коснуться должна была вратарь. Не коснулась. И теперь так продолжается. Так, так, так. Не дать, не дать, не дать, не дать. Не дать. Хорошо. Молодец. Ну, все. Нету крупного счета. Давайте себя вот за это тоже похвалим команду. Сейчас бросок. Подожди, еще бросок. Свободный. Поторопились мы. Всяко бывает в жизни. Лиза. Да и на крупнейших турнирах бывало, что забрасывали. Ну, нельзя в прыжке, да? Она должна стоять, бросает. Ух, ничего себе. Перебросила в штангу, попала. И действительно, 22-31. 9 мячей разница. Уступили мы по сегодняшнему поединку. Несколько эмоционально. Коля, может быть, в большей степени я реагировал на развитие событий. По традиции. По традиции. Ты взвешенно оценивал ситуацию. И правильно делал абсолютно. Будем рассчитывать на то, что прибавит наша команда. И это неизбежно, я думаю. Однозначно. От травмированных еще раз. Быстрее возвращаться в строй. В общем, спасибо нашим болельщикам, которые наблюдали за этим матчем. Поздравим наших соперниц с победой. Желаем им на международном уровне успеха. Коль, ну... Ну, я попрошу, да, болельщиков все-таки отнестись с пониманием к этой ситуации. Тут есть причины объективные. Команда все-таки не дала себя размазать на крупный счет. Да, все-таки боролись до конца. И хочу пожелать всем здоровья крепкого. Увидимся на гонболе. С вами были Вячеслав Иванов, Николай Буянов. До встречи. И какие бы проблемы не подстерегали вас в жизни, думайте только о победе.